Был митинг, у нас в КСП был концерт, а в Москве был, значит, парад победы. Вот, и я хочу рассказать о моем отце. Отец ветеран войны, вот его погода у меня сейчас на плечах. Вот, он, значит, бывший виномерчик, был ранен под Курском. И, значит, тоже собирался отметить этот праздник достойно, в школе, в своей деревне созвать, значит, родственников. И в школе был уже занят зал, за фрахтовым там залом на 60 человек. Вот, как за две недели до праздника отец передумал. Он посчитал, что, значит, парад победы, это не каждый раз случается, такое событие. И решил это посмотреть, этот парад воочию на Красной площади. Вот. И 7 мая они прилетают к брату в Подмосковье. Вот, брат обрадовался, говорит, ну, папа, отметим, с внуками, значит, на даче, с шашлычком, с фронтовыми 100 грамм, как обычно, как положено. Но брат говорит, отец говорит, нет, я хочу поехать на Красную площадь и посмотреть этот парад. Вот, но брат говорит, ну, туда нужен пропуск, это же не просто так, говорит, центр города будет оцеплен, но отец проявляет настойчивость и говорит, не поможешь мне, поеду сам. Вот, а отцу 92 года. Значит, брату уже делал нечего, значит, он говорит, хорошо, поедем, а сам думает, ну, поедем до первого оцепления, там нас и вернут, и поедем на дачу, на шашлычок, на 100 грамм, значит, все как положено. Зато, говорит, совесть будет чиста, я сделал все, что мог. И вот, значит, они утром ни свет, ни заря, только брат просыпается, а фронтовик уже в орденах, а дед, он уже его ждет. И вот они едут уже к Москве, вот, и приближаются к центру. И там, значит, встречается первое оцепление, и там где-то вот такая вот сцена. Значит, первое оцепление. Так, остановите машину. Так, что? Центр, товарищ водитель, вы разворачиваетесь, дальше проезда нет? Что? Ветеран. Здравствуйте, что толковник. А пропуск есть? Нету? Ну, проезжайте, это следующее оцепление. Там спросите. Они проезжают, следует второе оцепление. Так, остановите машину, товарищ водитель, разворачиваетесь, дальше проезда нету. Что? Ветеран. На парад обид, а пропуск есть? Нету. Так. Здравия, что толковник. Проезжаете там, в будочке, спросите. Так, проезжает второе оцепление, третье оцепление. Так, остановите машину. Что? Ветеран. На парад обиды. Так. Подождите. Так что, да, машина. Ветеран. Пропуска нет. Я спрашиваю. Что? Понятно, что. Так, проезжайте. Вот, до следующего поворота. Там спросят. Значит, следующий дальше. Подъезжает уже ближе к музею. Там уже серьезное оцепление. Так, стоять. Машина не двигается. Что? Ветеран. Здравия желаю. Капитан говорит, значит. Так, подождите. Капитан уходит. Подходит майор. Здравия желаю. Ветеран. Пропуск нет. Так. Подождите. Майор уходит. Подходит полковник. Ветеран. А машину отгоните сюда. К музею. А дальше нельзя дать. Пройдите вот сюда. Огородение. И ждите. За вами подъедут. И за ними подъехала машина. Там их таких набралось. Пять человек. И их на машине отвезли на тригун. Вот так мой папа посмотрел. Юбилейный парад победы. Вот. Это не страшно. Ну, а по покойку в этом, я считаю, что фронтовое такое, знаете, бесстрашие. И... Ваше благородие, госпожа Узряча. Ваше благородие, госпожа Узряча. Ваше благородие, госпожа Узряча. Ваше благородие. Ваше благородие. Ваше благородие. Ваше благородие.